Всем привет! Приготовление хлеба и булочек на домашних дрожжях процесс увлекательный и творческий. Прежде чем переходить ко всем чудесам домашнего хлеба на закваске, нам нужно знать, откуда берутся все эти преимущества. Проще говоря, что такое закваска для хлеба? Без нее нельзя испечь хлеб. Сама закваска представляет собой симбиоз молочно-кислых бактерий и диких дрожжей в виде колоний, питающихся мукой и водой, иногда сладостью. Но кто не любит сладкое? Закваска отвечает за брожение и расширение теста. Прежде чем она будет готова к выпечке хлеба, ее необходимо подкормить и вырастить. Дикие дрожжи можно найти повсюду в окружающей среде. Таким образом, закваска может быть получена из всего натурального. Я использую изюм и яблоки для приготовления дрожжевой воды, основы моей закваски. Сила брожения с использованием такой воды стабильнее и сильнее. Ссылку на приготовление такой дрожжевой воды я оставлю в описании под видео и в комментарии. Итак, день первый. Поместите 30 г дрожжевой воды и 30 г муки в емкость, перемешайте лопаткой. Дайте смеси подняться при комнатной температуре. Наблюдайте, когда смесь увеличится вдвое. У меня на это ушло 3 часа 40 минут. Далее перемешайте и поставьте в холодильник до следующего кормления. День второй. На следующий день у меня не получилось ровно в то же самое время подкормить стартер. Это не беда. В закваске предыдущего дня добавляю 50 г муки, 50 г воды, 5 г мёда. Мёд можно заменить на любую другую сладость, но нежелательно. Далее смесь хорошо перемешиваю и оставляю при комнатной температуре до увеличения объема в 2-2,5 раза. Выпечка на закваске лучше влияет на здоровье, чем обычная выпечка. Именно поэтому многие выбирают этот метод приготовления. Процесс ферментации в закваске помогает разблокировать содержащиеся в тесте витамины группы В. Когда закваска увеличилась в 2 раза, отправляю её в холодильник до следующего дня. Исследования показывают, что дрожжевое брожение может снизить содержание фитатов в хлебе более чем на 70%. В чём же вред фитиновой кислоты? Фитиновая кислота в продуктах не даёт минералам из пищи всасываться в кровь, связывая между собой и вынуждая организм выводить их в виде отходов. На третий день в закваску предыдущего дня добавляю 50 г муки и 50 г воды, перемешиваю. Даю тесту увеличиться вдвое и отправляю его в холодильник до следующего дня. Фитиновая кислота это антинориент, блокирующий растительный фосфор, а также ворующий из организма кальций, магний, железо и цинк, попросту не позволяя этим элементам всасываться. Чем же ещё полезна выпечка на закваске? В процессе брожения полезные бактерии расщепляют крахмал пшеницы на сахара, который метаболизируется. Некоторые из этих сахаров являются пищей для полезных бактерий. Таким образом, выпечка на закваске содержит большее количество полезных микроорганизмов и бактерий, в том числе и пробиотиков. Она особенно подходит людям, которые плохо переносят глютен. На четвёртый день закваска полностью готова и её можно использовать в выпечке.